Виталий Волков Виталий Волков Виталий Волков Виталий Волков Виталий Волков сентября представители городских инфраструктур отчитались о проделанной работе за неделю и обсудили предстоящие события. Подробности далее. Началось совещание с церемонии награждения. Десногорский историко-краеведческий музей занял призовое место на всероссийском конкурсе на лучший проект по созданию музейной экспозиции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. От лица российского военно-патриотического общества заместитель главы города Александр Новиков вручил почетную грамоту директору учреждения Наталье Демьяновой. Далее представил свой отчет начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков. Так, за прошедшую неделю в отделении скорой медицинской помощи поступило 199 вызовов. Госпитализировано три участника дорожно-транспортного происшествия. Десногорцы стали чаще простужаться из-за наступивших холодов. Наблюдается незначительный рост инфекционной заболеваемости. Системы жизнеобеспечения города работают стабильно. 23 сентября в соответствии с постановлением администрации начался отопительный сезон осенне-зимнего периода. Я попрошу руководителей управляющих компаний в максимально сжатые возможные сроки обеспечить подачу теплоносителя в наши многоквартирные дома, ну и, соответственно, провести эти работы с надлежащим качеством. Подключение многоквартирных домов идет по графику. За вчерашний день было подключено 56 домов из 96, которыми управляет компания МККП. Планируем сегодня работу по подключению домов закончить. И впереди нас ждут уже наладочные мероприятия. В заключительной части совещания Комитет по культуре анонсировал новые мероприятия. 1 октября, в 18.00, 6-й городской творческий фестиваль, посвященный Международному дню пожилого человека, душой вечно молодые. 27 сентября в 10.00 будет проводиться проверка муниципальной системы оповещения населения. Десногорцев просит сохранять спокойствие. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Нижняя палата парламента приняла законопроект, который ужесточает наказание за охоту на животных и рыб из Красной книги. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, что максимальные сроки наказания за охоту на краснокнижных животных возрастут до 8 лет лишения свободы. Это преступление будет расцениваться как средней тяжести и тяжкое. Также он добавил, что такие же сроки получают люди, осужденные за убийство человека. В преддверии дня освобождения Смоленщины 24 сентября состоялся традиционный митинг у памятного знака казненным мирным жителям деревень Кукуевка и Серебрянка. С 2001 года, когда был установлен этот знак, молодежь Десногорска ухаживает за этим местом и отдает дань памяти поневинно убиенным. В Десногорске много памятных и мемориальных мест, посвященных защитникам Смоленской земли. Не обошла стороной трагедия и сравнительно небольшие поселения на берегах Десны и Серебрянки. В годы Великой Отечественной войны деревня Серебрянка оказалась одним из участков на передовой линии фронта. И вот однажды мирный сон детишек прервало сообщение из Москвы. И сразу же в деревне стало тише. Фашист пришел без объявления войны. 5 марта 1942 года фашисты заживо сожгли почти все население маленькой деревушки, загнав стариков и детей в сарай. Людей, пытавшихся бежать, закололи штыками. Теперь о трагедии напоминает памятный знак и табличка со скорбной надписью на большом каменном валуне. Ежегодно в День памяти о той страшной трагедии, памятные дни, здесь проходят митинги, а представителями молодежных общественных объединений организуются субботники. Неравнодушные люди убирают территорию, прилегающую к памятному знаку, очищают его от загрязнений. В этот раз совместно с волонтерами участие в митинге приняли и прихожане храма, всех скорбящих радость. А его настоятель, протеерея Виталий Сладков, провел заупокойную литургию в память о невинно убиенных жителях. Наше дело, живущих здесь, на Смоленской земле, всегда об этом помнить. И вот дай Бог в ответ на ваши усилия, которые вы сегодня здесь совершили, чтобы почтить память этих добрых людей, чтобы Господь и вам послал все доброе. В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили в знак уважения и скорби цветы и венки. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатовая. В областном центре впервые прошло ралли исторических автомобилей, ставшее этапом Кубка России. В группе исторических автомобилей было 8 машин. Кроме них, принять участие в ралли могли и более современные авто. Участники стартовали не спеша, с разницей строго в одну минуту. Для ралли важна не скорость, а точное следование заданию. Водители проехали более 150 км по городу и окрестностям, финишировав на аэродроме Южный. В Десногорск с мастер-классом приехала уроженка Беларуси, ведущая домриска России Екатерина Мочалова. 23 сентября она делилась собственными профессиональными секретами с воспитанниками детской музыкальной школы имени Глинки. Подробности в сюжете. Инструмент скоморохов, как называли домру в 16-17 веке. Она была обязательным атрибутом любого развлечения на Руси в средние века. Сегодня же этот музыкальный инструмент – перспективное творческое направление, в основе которого истинно русские корни. С визитом в Десногорск приехала ведущая домристка России Екатерина Мочалова. Детям из музыкальной школы имени Глинки удалось из первых уст узнать о секретах владения инструментом. Как это часто бывает, качественная и красивая игра зависит от множества деталей. Где-то нужно помочь плечом, где-то пластичнее работать кистью, а где-то посильнее нажимать пальцами. А вот сюда, здесь у тебя встает четвертый пальчик. Ну, покрепче, смотри, какой у тебя крепкий пальчик, а? Ну-ка, давай-ка его дожмем. Давай. Еще, 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 еще. Смоленщина, как кладезь истинно русской культуры и традиций, особенно богата юными музыкальными талантами. Все больше детей отдает предпочтение классическим, казалось забытым, музыкальным инструментам. Замечательное поколение, молодое поколение, совсем еще юное, растет исполнителей на народных инструментах сейчас у нас в стране, и в частности здесь, в Смоленске, в Смоленской области, в Десногорске. И вот такие встречи – это счастье и для них, для ребят, и для нас. Благодаря подобным мастер-классам интерес к домре растет год от года. Уже сейчас исполнительство игры на ней достигло небывалых высот. По этой причине многие справедливо считают домру одним из инструментов 21 века. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Смоленский драматически торжественно открыл новый юбилейный сезон. В будущем году одна из старейших театральных площадок страны отмечает 240-летие и 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова. На сцене театра состоялся спектакль «Таинственная история о двух половинах» режиссера Алины Сорокиной по произведениям Николая Куликова. Зрителям представили две яркие, динамичные истории в жанре выдавили. Одна про любовь и немалое наследство. В другой любовные истории переплетаются с комичными сценами. Нынешний сезон обещает быть насыщенным премьерами ярких спектаклей. Кроме этого, уже на этой неделе «Смоленская труппа» отправится в Липецк, где на сцене драматического театра покажет свои спектакли, а в это время липецкие актеры представят свои спектакли в Смоленске. В новом сезоне также планируется провести обменные гастроли с театрами Новгорода и Магнитогорска. Кроме того, ведется активная подготовка к 7-му международному театральному фестивалю «Смоленский ковчег», который пройдет в апреле. Росгидрометцентр составил предварительный прогноз погоды на будущую зиму в регионах России. Прогноз составлен отдельно на каждый месяц. Так, в декабре в целом по стране температура будет держаться в рамках обычных показателей. Только в Сибири и на Урале будет теплее обычного. В январе температура во всей стране, кроме Якутии, будет в норме. В республике Саха вновь ожидается потепление. В февраль будет холоднее в некоторых западных районах. А вот в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке снова будет теплее нормы. А теперь коротко о погоде в Десногорске. 26 сентября в городе ожидается переменная облачность. Днем плюс 12, ночью плюс 2. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин